Хай! Обсидиан твердо решили, что Майя будет использовать только аркибузы. Это видно по ее биографии, базовом бонусе, стартовых доспехах и даже по предметах, которые мы будем находить по личному квесту Майи. По характеру Майя напоминает дьявола Искорока из первой части, хладнокровный язвительный киллер с нежными струнами души. Характеристики у Майи идеальны для авантюриста-демахера. Много агилы, много восприятия. Майя-стрелок с бафами точности зоти, меткой охотника и превосходной аркибузой будет часто критовать. Начинает Майя в одеянии меткого стрелка. Минус 20% время перезарядки, самострел, аркибуза, арбалет. Неприметность. Плюс 5, отклонение дальних атак. Эффект повышается с показателем скрытности. Ответный огонь. Если противник промахнулся по вам из оружия дальнего боя, в течение 6 секунд 25% попаданий из оружия дальнего боя превращаются в криты. По личному квесту Майи, зов курьера, мы идем в Такивару. У торговца мы купим шляпу Акины. Треуголка Акины. Точность в дальнем бою плюс 5, время перезарядки минус 20%. Когда вы закончите личный квест Майи, в имперском штабе вам дадут винтовку. Три колокола. Превосходная аркибуза. Пробивание 13. Базовый урон снижен, но она пробивает до 3 целей на одной линии. На острове Матарао Кози вы найдете аркибузу. Координаты 8 на 60. Проклятое сердце. Превосходная аркибуза. Пробивание 12. Могут использовать. Певчий следопыт волшебник. Аркибуза для Майи. Чтобы выполнить первый квест, нужна способность вызывающей хромоту выстрел. Чтобы выполнить последний квест, пригодится способность двойной выстрел. В оружейной мастерской УТО можно купить аркибузу за 47 тысяч. Из-за цены она в конце списка. Приданная дракона. Легендарная аркибуза. Пробивание 13. Наносит 35% огненного урона. Владелец с вероятностью 5% будет страдать от урона горением 10 при начале атаки. Пылающая ярость. Один раз за бой. Плюс 75% скорости действия на 32 секунды. Урон 9,4 огненный. Каждая 3 секунды на 19,5 секунд. Навыки. У Майи высокая скрытность, поэтому качаем скрытность. Пассивные навыки. Выживание или то, чего не хватает отряду. На втором уровне берем меченая добыча, чтобы было больше точности по врагам. На третьем уровне берем метки стрелок и скорострел. Исцеление спутника или воскрешение спутника берутся в зависимости от вашего стиля игры. В дальнейшем на 11 уровне их нужно будет перекачать и взять фальшивую смерть. На четвертом уровне для винтовки берем двуручное оружие. На пятом уровне мы берем метку охоты, для того, чтобы не тратить очки на обновление метки. Также мы берем бросок уклонения, для того, чтобы жить. На шестом уровне мы берем вызывающий хромоту выстрел, для того, чтобы загрейдить винтовку Проклятое Сердце. Мы играем за эгоистичную Майю, поэтому не грейдим спутника. Берем только защиты. Верный спутник и стойкий спутник. На восьмом уровне берем защищающий спутник, чтобы в будущем его загрейдить. На девятом уровне мы берем петля ловчива и мощный полет. Десятый уровень. Воля. Уровень 11. Берем фальшивая смерть и выживает наиболее приспособленный. 12 уровень. Невероятная удача. Уровень 13. Берем защищающие узы и маскировку. На 14 уровне мы берем больше урона от критов. Уровень 15. Реакция. Уровень 16. Двойной выстрел и стойкость. 17 уровень. Мстительная скорбь. 18 уровень. Яростный спутник. 19 уровень. Охотники из тени и оглушающие выстрелы.